приветствую меня зовут анастасия кравченко и в этом видео я хочу поделиться с вами своей любимой подборкой фильмов и сериалов с глубоким смыслом я собирала их много лет поэтому я уверена что они вам понравятся во многих из них несколько частей так что вам точно будет что посмотреть в праздники и на выходные и кроме того они содержат такие фразы которые буквально бутаражит что-то внутри заставляя на задуматься о смысле жизни побуждая стать лучше приоткрывают границы непознанного и приближают к нашему предназначению первый фильм в этой подборке называется защищая твою жизнь это романтическая комедия девяносто первого года и фильм раскрывает тему жизни после смерти данил позвольте объяснить что происходит вы рождаетесь в этой вселенной для того чтобы существовать в ней очень долго у вас много разных жизней после каждой вы держите экзамен как это происходит сейчас каждая секунда вашей жизни записывается в конце любой из них мы просматриваем ее выбираем несколько дней исследуемых если все соглашаются вы идете дальше фильме можно увидеть как выглядит встреча с советом старейших или великий суд с теми кто оценивает нашу прожитую жизнь они рассматривают наши принятые решения это удалось ли нам выполнить те задачи с которыми мы воплощались и конечно фильме всплывает тема прошлых жизней и очень смешно сняли то как люди вспоминают добро пожаловать в павильон прошлых жизней о боже через минуту вас попросят положить свою правую руку на панель перед вами вскоре после этого появится изображение вас в прошлой жизни для того чтобы удовлетворить всех вам будет показано не более пяти ваших прошлых жизней ну и конечно все как на земле люди реагируют на свои прошлые жизни по-разному вперед друзья в замок второй фильм дивергент в нем несколько частей нам повезло что мы оказались в городе говорят это была ужасная война весь остальной мир был уничтожен наши основатели воздвигли стену чтобы нас защитить и разделили всех на пять групп пять фракций чтобы сохранить мир умники те для кого знание логика превыше всего составляют фракции эрудиция они знают все члены дружелюбия обрабатывают землю они сама доброта и гармония и всегда всем довольны для искренности важнее всего честность и порядок они всегда говорят правду даже когда вам этого не хочется еще есть бесстрашие это наши защитники наши солдаты наша полиция я всегда ими восхищалась отважные не ведающий страх и свободные я из фракции отречения мы альтруисты остальные называют нас убогими наша жизнь проста она лишена эгоизма и посвящена другим мы даже кормим изгоев тех кто не подошел ни одной фракции все работает как часы каждый знает свое место кроме меня сто лет назад после войны наши основатели создали систему который ликвидирует все конфликты и установит мир сегодня после тестирования вашей личности вы будете определены в одну из фракций ну что если ты мыслишь нестандартно не только в рамках одной фракции но и в контексте всех пяти идея того что нами хотят управлять и использовать своих целях вживить людям искусственный интеллект уже не надо а что если это однажды произойдет приказываю всем построиться в четыре колонны вам живет модуль слежения и предупреждаю никаких вопросов они нас видят и слышат просто воспринимает по-другому команды поступают через трансмиттеры люди всегда верили в супергероев в избранных в тех кто придет нужный момент и спасет мир фильме дивергент три части вторая называется дивергент-инсургент и третья дивергент за стеной за их просмотром можно пофантазировать как может выглядеть наш мир в том или ином варианте и самое главное что мы можем сделать чтобы это изменить третий фильм гости это очень добрый глубокий фильм на тему того что на землю вторглась инопланетная цивилизация которая вселяет свои души в тела людей я не знаю что тебе известно об этом новом мире почти все тела планеты земля нами успешно оккупированы как на других занятых нами планетах мы не меняем мир а только изучаем его и лучше при этом душа человека уходит и остается только инопланетная душа в теле но осталось на земле несколько человек души которых еще живы и продолжаются существовать в теле вместе с инопланетной главная героиня из их числа и в ее задачу входит научить новых гостей новую цивилизацию гармонично сосуществовать вместе с людьми и не воевать она обучает их сотрудничеству взаимопониманию и любви добро пожаловать я целитель форс как мне тебя называть ты прожила много жизней во многих мирах у такого скитальца как ты должно быть имя зови меня страницей вы наверное слышали про звездных душ которые приходят на землю сейчас для того чтобы помочь и этот фильм наилучшим образом отражают эту идею четвертый это сериал называется город пришельцев это первая версия которая больше подходит для молодежи до 30 вы наверное знаете историю о розовеле когда в пустыне упал корабль но что было дальше это остается загадкой сериал город пришельцев показывает что на землю попало три пришельца которые выглядели совсем как люди их усыновили семью и они росли как обычные подростки но они были не совсем обычные они были наделены сверхспособностями у каждого были свои конечно в городе розовел происходит много необычного но все это связано с ними и также у него есть вторая часть продолжения для более старших после 30 называется розовел нью-мексико пятый это фильм джузеппе маскатти в нем две части джузеппе маскатти эта история о настоящем человеке итальянском враче который жил в девятнадцатом веке он внес огромный вклад в историю участвовал в ликвидации эпидемии холера а также помогал раненым солдатам в период первой мировой войны он был смелым самоотверженным и очень очень любил людей это человек который действительно нашел свое предназначение и выполнял его со всем сердцем и душой мы должны воспринимать боль не просто как сокращение мышц как мольбу брата о помощи и помогать со всей любовью на какую способны и кроме того вы увидите что часто можно облегчить боль одним жестом верным советом нужными словами объятием они просто сухим медицинским рецептом попробуйте ощутить божественную энергию внутри вас это поможет вам понимать биение сердца чистоту дыхания если мы вольемся в этот поток возрастет наша интуиция и способности к диагностике в чем дело сестра эльга что этот маскате задумал разломать всю больницу он выносит больных на улицу куда на улицу мы в неаполе и слава богу у нас есть солнце идемте солнце лучшее лекарство тебе понравится будем принимать солнечные ванны хорошо идемте шестой фильм приключения кота боба в нем также две части порой жизнь бывает очень тяжелой и дает нам испытания этот фильм о мужчине который был наркоманом он сломался из-за тяжести жизни но однажды он встретил кота который увязался за ним и он начал заботиться о нем и не заметил как нему привязался этот код полностью изменил жизнь главного героя сделал его добрым заботливым а самое главное свел с нужными людьми и вывел на новый уровень жизни помогая отказаться от наркотиков и начать зарабатывать на любимом деле 7 подборки это сериал называется добрая ведьма знаете вот я часто работаю с женщинами которых хорошая интуиция которые являются эмпатами и хотят помогать людям но они не знают с чего начать и как правильно это делать и вот этот сериал он как раз является наглядным примером как экологично помогать другим он прям буквально позволяет на примере героев этому научиться и также очень хорошо обучая теме отношениям ничего мой магазинчик колокольчик книга свеча мы снова соседи вот и первый пациент пошел вон позвольте мне вы его напугаете что же назначить прием отложите метлу пусть посидит спокойно она обладала сильной интуицией и невероятной проницательностью поэтому она заранее знала что нужно людям и умела очень деликатно направить не навязывая ух ты очень как вам это удалось я просто указала направление мы всем это нужно время от времени правда восьмой это фильм в поисках доброго самаритянина 2019 года ищите внимательно потому что два таких одноименных фильма нам нужен именно это жительница из южного бронса рассказала что нашла на крыльце мешок она уверена что его принес добрый самаритянин нашли мешок с деньгами о чем снимать трудно поверить что кто-то делает добрые дела не требуя ничего взамен они настоящие я нашла их утром в нашей двери он оставил деньги здесь восемь человек нашли у себя на пороге по сто тысяч долларов мы ищем доброго самаритянина оставившую они были в мешке вот в таком целых сто тысяч долларов сто тысяч долларов ух ты а это вам что-нибудь говорит нет но я знаю что кто-то присматривает за нами и помогает у нас был трудный период добрый самаритянин изменил мою жизнь навсегда и не только потому что теперь я могу позаботиться о семье и что-то купить просто он изменил меня каким образом он показал мне что я могу помочь другим например соседке она ездит на работу с тремя пересадками и я подумала почему бы ей не помочь как добрый сэм помог мне я пошла и купила ей машину купили ей машину отдала ей утром вся ее семья расплакалась а я еще никогда не была так рада тому что сделала 9 в подборке потрясающий фильм отпуск в дикой природе тоже 2019 года фильм начинается с истории пары и взрослый сын отправляется в колледж и пара испытывает синдром опустевшего гнезда оказывается что пару ничего не связывало кроме воспитания ребенка и общего быта женщина хотела скрепить их отношения поэтому купила совместную поездку но здесь муж объявляет ей что он уходит от нее разрывает отношения я больше тебя не люблю уверен что ты меня тоже я съезжаю она в отчаянии едет в отпуск одна и в процессе случается неожиданность браконьеры в джунглях убили слониху и слоненок остался один но к счастью рядом оказался волонтер который занимается спасением слонов он вызвал подмогу и она решила помочь так они попали в место где спасают слонов и реабилитируют их к жизни женщина остается там волонтерить и не замечает как привязывается и к слонам и конечно же к коллективу но самое интересное что она не просто подружилась тем мужчиной с которым они спасли слона между ними промелькнула искра потому что они занимались общим делом и как показывает время и практика самые счастливые самые крепкие надежные отношения те где у пары есть совместные цели и они вместе идут к ним и десятый фильм любовь сквозь время этот фильм наполнен фразами которые будоражат заставляют задуматься и приближают нас к предназначению когда я думаю я никогда не чувствовал такого раньше почему теперь послушай у нашего племени есть десять песен они рассказывают нам что в каждом из нас есть чудо это чудо предназначено для одного определенного человека когда мы находим его вселенная дает нам знак и помогает исполнить предназначение вселенная помогает нам как именно она направляет к нам духовных проводников иногда они говорят с нами через маленьких детей часто являются в облике животного таков отонзор пес востока порой он является в облике белого коня возможно для этой девушки предназначено твое чудо одиннадцатый фильм подарки с неба этот фильм снят по мотивам реальных событий операция подарки с неба самая продолжительная гуманитарная операция министерства обороны сша в микронезии волонтеры собирают еду вещи подарки и в канун рождества сбрасывают их на острова тем кому они действительно очень нужны может ты знаешь что этой традиции больше семидесяти лет в прошлом году мы сбросили лекарства еду игрушки и подарки для 30 тысяч людей на 56 островах а в этом году еще больше и двенадцатый завершающий путь души если вы читали книгу майкла ньютона то вот знайте что теперь есть фильм который подробно объясняет все этапы которые мы проходим как мы выбираем тело как мы выбираем эту жизнь как мы планируем опыт который будем проживать как мы выбираем ростных душ с которыми мы будем воплощаться когда я смотрела этот фильм я плакала потому что он настолько истинно отражает суть вещей и в нем есть особая энергия которая связывает тебя с источником связывая тебя с домом ты действительно вспоминаешь это чувство единения когда ты был вместе с родственными душами когда ты был в другом мире и все встает на свои места поэтому на мой взгляд это просто лучший фильм на данную тематику его точно стоит смотреть у каждой души есть своя родственная душа вместе с которой она живет между воплощениями это примерно 10-15 душ и с некоторыми из них вы отправляетесь на воплощение вместе это могут быть 2-3 души 5 но бывает и так что вы отправляетесь один и тогда к сожалению весь путь придется пройти в одиночестве а это значит что у вас будет довольно тяжелая жизнь выбор сценария далее выбирается сценарий жизни в воплощении который будет закручен на всех ваших соратников выбирается время в которое вы будете воплощаться и я не про то время которое засекают в родильном отделении вы можете воплотиться в современное время а можете на несколько десятилетий и даже столетий раньше или позже если например нужный вам сценарий находится в прошлом или будущем далее выбирается страна в которой вы воплотитесь выбирается ваш пол социальное положение какая у вас будет генетика состояние здоровья вам также показывают ваши основные жизненные вехи события которые будут иметь важное значение развилки вашей судьбы например как вы встретите свою любовь или ситуации которые вы должны избегать он выйдет к открытому просмотру после 24 марта 2024 года искать его можно будет на TV Extra и на сайте Центр Пробуждения Желаю вам приятного просмотра напишите в комментариях какой фильм понравился вам больше всего и конечно делитесь своими любимыми фильмами и в следующем видео